Здравствуйте, друзья! Утро на канале Россия 1. И сегодня наша программа будет посвящена православной тематике. А почему? Расскажем после прогноза. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, днём дождь и мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. В горах до минус 8, днём до плюс 7 и местами 0, минус 5. На дорогах местами гололедится, в Черкесии днём небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днём 4,6 градусов тепла. В Русской Православной Церкви много чудотворных икон. 7 февраля будет праздник одной из них. Что это за икона и в чём она помогает, расскажем в нашем сюжете. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Бог, 7 февраля Церковь отмечает особенный праздник. День иконы Божией Матери «Утоли моя печаль». Само название образа звучит как добрая, нежная и ласковая музыка. Эта икона поистине чудотворная. Молитва перед ней способна избавить душу человека от многих бед и скорбей. Впервые образ чудотворной иконы «Утоли моя печаль» упоминается в Православной Церкви в 17-м столетии. Первым местом пребывания в святыне был город Шклов, Белоруссия. В 1640 году икона была принесена казаками в Москву и помещена в храме святителя Николая за Москворечием. Вследствие неоднократных перестроек храма, святыня оказалась на колокольне, про нее забыли. Почитание иконы как чудотворной началось после исцеления одной женщины. Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала тяжким недугом. Она очень сильно болела, все члены ее тела были в изнемождении, особенно ноги, так что она уже не могла ходить. И никакие медицинские средства, никакая услуга врачей уже ей не помогала. Так что она оказалась в очень сильном унынии и отчаянии. Оставалась надеяться только на чудо Божие. И в какой-то момент ей было такое видение. Она увидела икону Божией Матери и услышала от нее голос, который сказал ей, «В Москве в храме святителя Николая в Пупышеве есть икона, утоли моя печали, пойди помолись перед ней и с верой прикоснись к этой иконе и получишь исцеление». И тот час эта больная попросила своих родственников, чтобы они отвезли ее в этот храм. Когда ее привезли в храм, то среди многих икон она не могла найти ту самую. И попросила священника помочь ей отыскать эту икону. И по благословению священнослужителя были также все иконы спущены с колокольни, где часть находилась старинных ветхих икон. И среди них была икона Божией Матери, утоли моя печали. Когда больная увидела эту икону, то она с радостью вскликнула, она, она. И в таком радостном состоянии все верующие во главе со священнослужителем отслужили молебен водосвятный. И после этого молебна с верою больная подошла и приложилась к иконе и получила исцеление. Это чудо совершилось в 1760 году, 7 февраля по новому стилю. С того дня и совершается празднество в честь иконы Божией Матери, утоли моя печали. К тому времени относится и составление службы с акафистом, впервые напечатанной в 1862 году. С иконы сделали список, который поставили в пределе Никольского храма в Пупышах. Утоли моей печали было отведено подобающее место. В ее честь был устроен предел. Верующие со всего города устремились за Москворечие поклониться на появленной святыне. И сила Божия проявилась еще во многих чудотворениях. Особенно много чудес произошло во время эпидемии чумы 1771 года, когда по молитвам Царицы Небесной спаслось множество людей. Чудотворного образа стали делать списки, распространявшиеся по всей России. И только в одной Москве проставились чудесами еще четыре одноименные иконы. Святитель Филарет Московский лично совершал молебные пени перед этой чудотворной иконой. Перед ней молились супруги императоров Павла I, Александра II, Николая I. Ныне икона «Утолимые печали» находится в московском Николокузнецком храме. Смотришь на икону, и душу охватывает умиление. Так внимательно, преклонив к нам свою главу, слушает Богоматерь наши просьбы, а левая рука ее поднята к лицу. То ли она прислушивается, то ли смахивает слезу, плача вместе с нами над нашими бедами. Икона Божьей Матери «Утолимые печали» — она очень необыкновенная. Правой рукой Божья Матерь держит младенца Христа, а левая рука ее поднята к лицу, словно раздумывает о том, как бы помочь человеку, пришедшему к ней в какой-то беде и скорби. А у младенца Христа в руках находится свиток, на котором написано следующее. «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кижда искреннему своему. Вдовицу и сиру не насильствуйте, и злобу брату своему в сердце не творите». Вот вам и божественный рецепт. Не забудьте про него, когда сердце наседает тоска и грусть, когда кажется, что счастье и радость ушли навсегда. В период отчаяния помолитесь пред иконой Богородицы «Утолимая печали» искренне, от всего сердца. Вознесите молитву о себе, о своих близких, о своих семьях. И Царица Небесная не оставит вас своим попечением и заботой. Она обязательно подарит вам гармонию, мир и покой в душе. 6 февраля Русская Православная Церковь отмечает собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этот день мы вспоминаем всех священников, всех тех, кто пострадал за веру. Эту тему мы сегодня будем обсуждать с нашим гостем, который я с удовольствием представляю. Это отец Александр Гурин и рей собора Николая Чудотворца города Черкеска. Отец Александр, вы не просто священник, вы секретарь комиссии нашей епархии Пятигорской и Черкесской, которые занимаются именно этим вопросом реабилитации. Вы возвращаете из небытия людей, священников, простых жителей нашей республики, кавказских минеральных вод, которые пострадали за веру. Вы были расстреляны, незаконно репрессированы. И вот во многом благодаря вам перед нами лежит книга, вот уже две книги, которые вышли именно благодаря вашей работе. Первая книга, которая вышла, напомню нашим телезрителям, «Святые наши дни», которая рассказывает о подвижниках благочестия Карачаева-Черкесии. И вторая книга, которая вышла не так давно, «Святые наши дни», которая рассказывает о подвижниках веры кавказских минеральных вод. Спасибо вам большое за такую работу. Она отнимает много времени, конечно. Вы работаете в архивах, все это не так просто. Скажите, отец Александр, над чем работаете сейчас? Какие судьбы благодаря вашей работе, мы можем сказать о том, что люди вернулись из небытия? Работа действительно, на мой взгляд, очень важная, потому что история нашего Отечества, она содержит не только какие-то страницы, на которые стоит обращать особое внимание. Это победы в Великой Отечественной войне, многие другие героические события, связанные с нашим народом, подвигом наших солдат. Но есть такие трагические страницы, о которых тоже не нужно умалчивать. В том числе это репрессии. Репрессии духовенства, не только православного. Репрессированы были духовенства и мусульманское, и буддийское, и иудейское, и другие представители религии. Просто за то, что они верили в Бога. Просто за то, что они осознавали себя людьми, которые верят в промысел Божий, исполняют его заповеди. И точно так же, как многие сегодня верующие молятся, ходят в храм, и они то же самое делали. На территории нашей епархии, Пятигорской Черкесской, современной тогда, это Пятигорская епархия, было тоже множество пострадавших. Убивали священников, закрывали храмы. Среди представителей духовенства очень много тех людей, которые приносили очень большую пользу нашему народу. Вот, например, у нас в станице Баталпашинской священнослужители были преподавателями. Они занимались патриотическим воспитанием детей довольно-таки длительное время. Многие из них не только закон Божий преподавали, но и были преподавателями музыки и так далее. Их начали репрессировать в 1927 году. Лишали избирательных прав, а фактически не только прав избирательных, а прав и других. То есть их имена презрительно печатались в газетах, их могли уволить там, или их представители родственников с работы. Вот, и затем начинались репрессии. Вот у нас в Карачаево-Черкесии был так называемый, также обновленческий раскол, который установлен был сначала в Москве. Это революционное духовенство, которое поддержало идеи революции, а вместе с тем и нарушение канонов церкви. И женатый епископат допускался, и перевод богослужения на другой язык, и многие-многие другие нарушения. Вплоть до того, что занимались тем, что передавали показания, даже тайной исповеди сотрудникам НКВД, УГПУ, тех людей, которые приходили, ну, как бы к Богу, со своими чувствами, эмоциями, и вот что-то такое. Они осторожно сказали. Вот были и представители обновленцев, предатели. Вот в Карачаево-Черкесии были такие, в том числе. Вот на данный момент, кроме того, что мы написали книгу с Марией Осининой, это журналист Пятигорско-Черкесской епархии, мы пишем статьи. Это тоже непростое дело. Нужно материал найти, его обработать, расшифровать, и затем правильным языком его донести. Причем это нужно делать объективно, не уклоняясь ни в одну сторону, оправдывая человека, или что-то умалчивая, или что-то придумывая. Нет, это документ, который должен излагаться объективно. И вот, в частности, в январе месяце этого года вышла статья в журнале «Благословенный Кавказ» о нашей подвижнице Параскеве Денисенко. Простая женщина, которая приехала к нам в станицу Баталпашинской из Курской губернии, попала под жернова репрессий. Особенность ее судьбы заключается в том, что она до репрессий потеряла мужа. Он скончался от холеры, медицина была развита тогда плохо, и она сама воспитывала четверых детей. Мать-одиночка, мать-героиня. Наверное, нужно было поддержать ее, наоборот, как-то. И тем более, что через какое-то время, через год после кончины мужа, умирает еще один сын Параскевы, и у нее трое детей. Она сама поднимает их на ноги, дочь выдает замуж, мальчикам тоже дает образование. И в 1937 году ее оклеветали. Оклеветали в контрреволюционной деятельности. В материалах уголовного дела мы находим большие противоречия. Ну, во-первых, уголовное дело составлялось без ее подписей. В уголовном деле мы находим противоречие такого характера, что она была монахиней Сентинского монастыря. Она действительно приезжала в женский Сентинский монастырь, но никогда монахиней не являлась. Ну и очень много других-других таких показаний, которые, на один взгляд, делают дело таким вот политическим, контрреволюционным. А оказалось, когда мы нашли ее внука, он живет в городе Ставрополь, и она была простой женщиной, воспитала детей. Да, она молилась, она была набожной. Но для того, чтобы ее расстрелять, нужно было какую-то найти подоплеку. Мало того, что и женщину расстреляли, затем ребенку, старшему сыну, сообщили о том, что мать умерла от разрыва сердца. И правда всплыла только лишь в 1989 году, когда ее реабилитировали и константировали действительно расстрел. А жила она здесь, в городе Черкесске современном, по улице Первомайской. Вот фактически в центре города. Это такая удивительная судьба одной простой женщины. На самом деле один, даже два, три реабилитированных человека, это ведь какие-то судьбы, это родословные, это представители каких-то фамилий. Вот она Денисенко, это распространенная фамилия казачьи. Их сюда переехало в станицу Баталпашинскую несколько братьев. И вот это большая такая фамильная принадлежность одного большого рода. Ну вот в частности у нас написан образ преподобного мученика Никандра Прусака. Это первый образ на территории нашей Пятигорско-Черкесской епархии. Это распечатанный образ, но в наш собор уже привезен образ написанный. Этот человек служил в Александро-Афонско-Зеленчукской пустыне, недалеко от города Черкеска и совсем рядом со станицей Зеленчукской. Там когда-то был большой монастырь, это где храмы X века, лик Христа Спасителя. И он начинал там свою духовную жизнь, был монахом. Затем подвязался еще в нескольких местах, а скончался он в 1918 году. Его расстреляли уже на территории Ярославской области. И вот впервые мы тоже так анонсируем, мы написали образ этого святого. В православии есть традиция не просто почитать людей, святых, уважительно к ним относиться, брать с них пример, но еще иметь их снимки, как и мы имеем снимки наших близких. Мы сегодня часто фотографируемся, храним фотографии наших матерей, детей. Вот и в православной традиции есть такая вот замечательная традиция. Мы еще и снимки, изображения этих угодников Божих бережно храним и к ним бережно относимся. Вот. И вот впервые был такой написан образ, не только первый в Карачао-Черкесии, но и во всей Пятигорской черкесской епархии. Потрудился иконописец из Краснодара, а второй образ пишется уже сейчас иконописцем из Архангельской области для монастыря, где как раз и служил преподобно-моченик Никандер Прусак. Эту икону мы собираемся изнести во время богослужения 5 февраля в Никольском соборе. И верующим расскажем об этом святом угоднике Божьем, и они увидят непосредственно этот образ. То есть утром, да? Во время службы? Вечером. В 17 часов. Еще я хотел бы рассказать о подвижниках нашей Пятигорской епархии. Ну, это архиереи, епископы, которые страдали за веру в годы гонений. Например, владыка Никифор Ефимов, он тоже был расстрелян. Это священнослужители, которые служили на территории Кавказских минеральных вод. Ну, наверное, для нашей республики более подробный рассказ будет актуален за наших подвижников. Вот, в частности, схемонах Павлин Баханков сведения о нем мы нашли ровно год назад. Он прожил ровно 100 лет, служил в поселке Маруха, а приехал к нам со Святой горы Афон. Некоторое время он подвязался рядом с Александро-Афонским Зеленчукским монастырем в пяти километрах. В материалах уголовного дела мы находим показания свидетелей, которые отзываются о нем, как о святом человеке. К нему приходили за молитвенной поддержкой, и по его молитвам люди получали просимое. То есть, кто-то исцелялся, у кого-то судьба в лучшую сторону как-то изменялась. Это документальное свидетельство. А похоронен он возле казанского храма в поселке Маруха. Он был замечательным плотником, сохранились некоторые его другие предметы, даже записи. У него был очень красивый почерк. Сегодня мы ведем поиски документальные о его судьбе до прихода в монашество. Говорят, что он был офицером российской армии, то есть военным человеком. И другой человек, фотографию лучше мы не смогли найти, это фотография из уголовного дела. Вот когда человека вот так и фотографировали. Отец Георгий Кубанский. Подвиг этого человека уникален. Он был дважды репрессирован. Первый раз за то, что он был священником начала 20-х годов. Он еще не служил в станице Баталпашинской, а на территории современных кавказских минеральных вод. А второй арест случился уже в конце 20-х годов. Он был арестован за то, что заступился за женщину, у которой отбирали излишки продукции. Ну так, излишками назывались то, что было на самом деле честным трудом заработано людьми. Там сахар, мука, зерно и так далее. И вот он увидев, что отбирают у женщины, он подошел, заступился, и ему сказали предъявить документ удостоверяющей личности, узнали, что он священник, его задержали, и дальше пошло-поехало. То есть его арестовали и приговорили к ссылке. А в станице Баталпашинской и в целом в Карачао-Черкесской автономной области он был благочинным, то есть старшим священником. При нем Покровский храм города Черкеска собрал большую сумму в пользу фронта во время Великой Отечественной войны 171 тысячу рублей. По тем временам эта большая сумма денег была направлена на приобретение орудий, благодаря которым была в том числе одержана победа над немецко-фашистскими захватчиками. Он впоследствии был награжден Сталиным, пришла телеграмма благодарственная. Это в 1945 году, уже война закончилась, и Сталин рассылает телеграммы благодарственные всем, кто потрудился. Вот нашли мы документ в политическом архиве города Москвы, в котором Сталин благодарит отца Георгия Кубанского, старосту храма Покровской церкви, и прихожан за большой вклад денежный. Вот так репрессировали дважды, а человек все равно помогал своей родине. Да. Спасибо, мой отец Александр, за удивительный рассказ, за такие интересные, необычные судьбы. Вот где сила духа раскрывается. И спасибо вам за то, что вы не жалейте своих сил, своего времени, работаете в архивах, возвращаете нам этих людей, память о них. Вам удачи, новое открытие. Спасибо большое. Хорошего дня всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok